Удивительный Шукады Вогослами, воссевший на возвышенной асане. Конечно же, это был не трон, откуда было взяться трон под большим баньяновым деревом на берегу Ганги. Но его сиденье было выше всех мудрецов, и у его стоп своего гуру имел возможность сесть по Рикшитмарач. Итак, Шукады Вогослами со своего возвышенного сиденья сначала прославил того, кого он очень хотел посвятить в таинственную науку познания Атма-Татвы. Прославил вопрос, Шукады Вогослами начинает испытывать по Рикшитмарачу, и предлагая ему посмотреть на то, что есть какая-то задняя дверь, есть еще выход, какой-то дополнительный выход из ситуации. Он предлагает ему взглянуть к себе в сердце и посмотреть, а вдруг, если так шаг не прилетит, если проклятие не сработает, или, может быть, кто-нибудь сумеет противодействовать этому проклятию, может быть, царь все-таки захочет смолодушничать и погрузиться в радости материального мира. Давайте послушаем, как замечательный гуру, великий трансценденталист, описывает эти радости. Таким образом, чтобы у великого императора не осталось ни малейшего желания в них погрузиться, Шукады Вогослами очень старается, но ему все-таки нужно проверить своего ученика перед тем, как погружаться в океан нектаром наставлений. Ведь он знает, что Кришна дал ему эту роль, выполнив которую замечательным образом, он получит према-бхактик так же, как его ученик. Шукады Вогослами это известно, но испытать ученика – это его обязанность. Давайте послушаем, как Шукады Вогослами описывает материальную жизнь, материальные радости. Парихшуту Махараджу, он не хочет, чтобы его ученик завалил экзамен с самого начала. Давайте послушаем уже. У императора люди погрязшие в материальном глухи к науке о высшей истине, и потому он находит множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. Как много всякой ерунды слушал Парихшут Махарадж во время своего 36-летнего правления. Много. Но это все были вещи, которые так или иначе он связывал с Господом Кришной, почти сразу после своего явления в этот мир, он начал подвергать всех, вся и все Парихше. Он проверял всех, он искал Верховного Господа, который спас его еще во чреве матери. И поэтому Парихшу и Махараджу были совершенно неинтересны. Материальные дела, материальные беседы, он всячески старался избегать по минимуму, погрязая в материальных делах. Еще когда я с вами продолжается удивительное, радужное описание материальной действительности грехастых, успешных людей. По ночам завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В таких занятиях проходит их жизнь. Парихшу то явно. Мне интересна такая перспектива. В конце концов, ему уже 60 лет. У него есть замечательные дети, у него есть прекрасная жена, и все они преданные. Но ему, в общем-то, занятия мыши, возня, грехостаж, ими на самом деле неинтересны. Шука Двогосами хорошо это знает. Затем Шука Двогосами переходит на более высокую ноту. Люди, лишенные от Мататвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным войнам. Как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти. Да, тело Парихши то замечательное. Тело, с помощью которого он правил всем миром так, как хотел Господь Кори. Дети и жена очень замечательные. Есть ли в нем еще привязанность к ним? Шука Двогосами проверяет. Удивительный стих. На самом деле, это безумно привязанный, если у Парихши, то это безумная привязанность. Шука Двогосами предупреждает в общих чертах, говоря о том, что такие люди, несмотря на достаточный опыт, он, конечно, пытается задеть внимание. Парихши то Махараджа не осознают неотвратимости смерти. Смерть абсолютно неотвратима для всех, будь то трансценденталисты или материалисты. А вот есть ли у Парихши то Махараджи желание повелевать этими солдатами, которые все равно падут на поле битвы? Ведь он великий император, он повелевал огромной армией, он держал в подчинении всех царей всей планеты Земля. И в конце концов, дети и жена им очень преданы. А ведь на самом деле, единственным, кем мы должны полностью повелевать, это наш ум, наши чувства. И тогда мы можем считаться повелителями себя и замечательными, преданными. Потому что так мы предаем свои подконтрольные ему чувства Господу. И если они нам подчиняются, конечно. И так, Шукадео Газами совершенно уверен в царе, теперь он делает ему предложение. У потомок царя Абхараты тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о нем и прославлять его сверхдушу и властелину всего сущего, приносящего избавление от всех страданий. Тоже очень известный, замечательный шестих. Тасмат Бхарата Сарватма, Бхагаваны Шварухари, Шрутовья Керодитавы Яшча, Смартовья Шичхата Бхаям. Итак, кто желает свободы от страха материального существования, которым абсолютно не привязан Парих Шикмарачишу, и Кадео Газами на всякий случай это должен был проверить, он советует царю, называя его Бхарата, посомок Бхарата Великого, транссинденталисту, замечательного царя, по имени которого была названа вся планетная система Бхарата Варши, напоминая ему, что его род замечательный, род духовных, высокодуховных царей. Итак, так он вселяет в Парих Шита Махараджа надежду на то, что у него есть возможность, следуя поступам своих предшественников, избавиться от всех страданий. Шукадео Газами продолжает. О, царь Парих Шит, описание величия Господа доставляет наслаждение, прежде всего, лучшим из транссинденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений. Таким образом, Шукадео Газами ожидает единственного знака от Парих Шита. Да, я хочу стать таким транссинденталистом, лучшим из транссинденталистов. Он ожидает знака от Парих Шита Махараджа. И знаку пока не поступает.